Всем привет! Я Алексей Макаренков, и сегодня мы поговорим о том, как Microsoft не смогла победить врага и решила его возглавить. А заодно, возможно, устроить игровую и софтферную революцию. Запасайтесь жидкостными и петрифицированными субстанциями и поехали смотреть, что вообще происходит. Итак, Microsoft представила Windows 11. Детально разбирать, что там будет нового не будем, обсуждать дизайн тоже. Все это можно узнать из кучи статей и видео в интернете. Нас интересуют три вещи. Обновленный Microsoft Store, запуск приложений на Android и политика компании по отношению к разработчикам игр и неигровых приложений. Потому что вот если авторам игры софта будет неинтересно, то вот какой красивый, удобный и усь-пусь очевидный магазин не делай, толку от него будет шиш-де-кумейш, и план Microsoft не сработает. На игровом и софтферном рынке уже много лет, почти десятилетия, наблюдается очень странная ситуация. У Apple есть куча гаджетов, и на них все, кто не сделал jailbreak, покупают приложения в App Store. Google выпустила Android, и самый популярный магазин на нем — это Google Play. На консолях все тоже идет через магазины платформодержателей. И только Microsoft, создатели винды самой популярной десктопной системы, сидят и грустно наблюдают, как деньги от продажи игр и от стороннего софта утекают мимо них. Что особенно удивительно, в Windows еще с восьмой форточки встроен магазин Microsoft. Но при этом никто особо им не пользуется. Некоторые говорят о его кривости и неудобности. И да, безусловно, местами там криво, неэргономично. Но главная проблема совсем не в этом, а в том, что хочешь вот и купить какую-нибудь нужную тебе программу или игру. Заходишь, и либо нужного тебе вообще нет, либо в случае программ есть, но лежат какие-то допотопные версии двух-, трех-, четырехлетней давности. Ты на это смотришь, чешешь репу и идешь покупать где-то еще. Почему так получилось? Потому что, во-первых, комиссия, ничем не отличающаяся от других площадок. А во-вторых, никаких особых плюшек для разработчиков, которые как раз у других площадок есть. Ни хотя бы временного продвижения твоего продукта, ни каких-то громких распродаж, где можно выстрелить, ни крутых рассылок по базе пользователей, почти ничего, что бы могло помочь тебе лучше продать то, что ты сделал. И зачем тогда идти в этот Microsoft Store и отхлестывать процент с каждой продажи, когда есть куча других мест с более выгодными условиями? Разумеется, Microsoft такой расклад не устраивает. Они давно поняли, что в текущей ситуации, которая складывалась годами, нормально и быстро заработать уже не получится. А значит, надо весь этот табор разработчиков и сторонних площадок, ну хотя бы возглавить. А там уже как пойдет. Что они сделали? Превентивно еще весной они анонсировали снижение комиссии в Microsoft Store с 30 до 12% для всех разработчиков ПК-игр. Но это мало кого сильно заинтересовало, потому что это сейчас вообще общий тренд, который начался еще с Epic Games Store. Они запустили волну, снизив комиссию до 12%. И под их нажимом, который вызвал сильное бурление в интернете, комиссию начали снижать другие крупные платформодержатели. Градационную шкалу вели Steam, Apple, Google, причем ведут они себя все по-разному. У одних там меньший процент надо платить, если ты зарабатываешь мало, а у других наоборот, если заработал много. Разработчики такой неразбрихой, конечно, все еще недовольны. Но что делает Microsoft? Они берут и заявляют, что со стартом Windows 11 в Microsoft Store комиссии для разработчиков софта не будет вообще. Правда, при одном условии. Если разработчики используют свою биллинговую систему. И внезапно это еще одна важная вещь. Практически все игровые, да и не только игровые площадки, как раз вот чужие биллинги на свои платформы не пускают. Напомню, что война Epic Games с Apple и Google началась как раз с того, что и Google, и Apple были категорически против того, чтобы любые продажи внутри любых приложений на их платформе шли в обход биллинговых систем, App Store и Google Play. И, кстати, именно встроенный биллинг игровых платформ, это вот один из аргументов платформы-держателей, почему они вообще берут довольно серьезный процент с продаж. Потому что для обычного небольшого разработчика биллинг, как вы понимаете, это серьезная проблема. В современном мире нельзя вот просто так взять деньги у клиента, отдать ему товар и все. Тебе нужно полностью провести торговую сделку, чтобы потом и налоги были правильно заплачены, и отчетность вся в порядке, и чек выдан, и соглашение пользователя увидел и подписал, значит, принял. И чтоб потом к тебе еще не пришли веселые ребята в погонах и не сказали, там, привет, классная у тебя игра, хорошо заработал, вот пошли теперь попахиваешь на облады общества годик в так пять. В частности, для этого и существуют биллинговые системы. Их на рынке целая куча, прям на любой вкус. Можно покупать под ключ, если ты большой и толстый, можно по подписке, в общем, выбор огромный. Но раскошелиться все равно придется. А когда ты приходишь на игровую торговую площадку, тебе такую систему предоставляют уже полностью готовенькую, ничего изобретать не надо. Но если уж ты пришел, то будь добр пользоваться тем, что дают, и не тащить что-то свое. Microsoft эти сложившиеся правила разом берет и рушит. Она открытым текстом говорит, приходите к нам. Если у вас есть свой биллинг, то ж тащите. Мы вообще ничего с вас тогда не возьмем, а разместим у себя, может быть, даже еще как-то продвигать будем. Только приходите. Правда, как выяснилось позднее, приходить вот так вот запросто могут только авторы софта. Для игр комиссия сохраняется. Это, разумеется, уже вызвало много недовольства, почему вот игровикам навязывают отдельные условия, и чем вообще игры отличаются от софта. По факту-то, в общем-то, ничем. Но поскольку вот пока каких-то деталей нет, и сама Винда 11 еще не вышла, бурлят не очень сильно. При этом Microsoft на этом не остановилась. Она сделала следующий очень важный ход, который другие платформодержатели обычно не допускают. Они прям прямым текстом сказали, товарищи другие магазины игр, например, Epic Games Store и Steam, приходите к нам в Microsoft Store, будем дружить. Сразу вот вспоминайте, как к таким историям относятся Google и Apple. Они всеми силами подобные магазины к себе не пускают. А если они таки прорываются, выдавливают их новыми правами, условиями и запретами. А Microsoft, наоборот, всех себе зазывает. Как это все в целом может работать, пока на 100% непонятно. Но, судя по всему, по образу и подобию магазина Android-приложений. Вы, думаю, уже в курсе, что на 11-й Винде можно запускать программы, разработанные как раз под Android. Возникает вопрос, откуда они там возьмутся? Окей, понятно, что есть АПК-шки, но речь явно не только о них. А возьмутся они там из Amazon App Store. Только вот не путайте его просто с App Store от Apple. Это абсолютно другой магазин. Amazon App Store — это магазин именно Android-приложений от Амазона. Со своей биллинговой системой и прочим весельем. Приложений там намного меньше, чем в Google Play, но все равно много. Там, условно, в Google Play от 2,5 до 3 миллионов, а в амазонском магазине несколько сотен тысяч. Скачать этот магазин в Google Play, разумеется, нельзя, потому что, повторюсь, Google и Apple к себе другие магазины, игры и программ, которые можно запускать на их платформах, не пускают. Поэтому он устанавливается прямой скачкой АПК-файла. А в Windows 11 можно запускать Android-программы. И Microsoft договорилась с Амазоном, и все, что есть в Amazon App Store, будет представлено в Microsoft Store. И ровно то же самое Microsoft предлагает другим площадкам. Приходите, размещайтесь у нас, будем прокидывать сквозные покупки, и пользователю не придется обязательно все делать через ваши 100 тысяч 500 лончеров. А если вы не владелец лончера, а просто самостоятельный разработчик, то приходите напрямую. Для некоторых комиссия вообще будет 0%. И понятно, что делает это Microsoft не от хорошей жизни. Они за столько лет не смогли создать на своей собственной платформе даже достойного конкурента Steam. И денег никаких они со сторонних площадок не получают, хотя когда-то ходили вот слухи о том, что могут таких прищучить. Но тогда Microsoft, похоже, очень испугалась репутационных потерь. И, естественно, Microsoft обидно, что на их собственной платформе существуют другие куда более успешные. Но сути это не меняет. Да, Microsoft собралась дружить со всеми вынужденно. Но таки собралась. По сути, майки замахнулись на создание лончера лончеров, который будет встроен в винду по умолчанию. Сами вот помните, что сторонние лончеры лончеров уже не раз пробовали выпустить и другие компании. Но ничего сверхпопулярного из этого не вышло. Но у Microsoft шансов на успех все-таки заметно больше. Просто потому, что Microsoft Store изначально есть почти у любого пользователя винды. Плюс у майков неограниченные возможности по хитрому его продвижению в рамках операционной системы. И если они все сделают правильно, то могут задать целый новый тренд по интеграции всех сервисов вовсе. Это и так уже происходит, но может ускориться. Вопросов пока, конечно, больше, чем ответов. Подобные интеграции требуют решения массы проблем, и технических, и юридических. На чьей стороне будет проявляться безопасность приложений? Чьи пользовательские соглашения будут принимать покупатели? Если сразу двух площадок, то это огромный ворох согласований. Плюс есть и более глобальные проблемы. Например, если Microsoft таки решится интегрироваться со Steam, как вот они якобы предлагают, то чем будут заманивать Габена? Комиссию в этом случае, понятно, брать точно нельзя, потому что никто из больших площадок не согласится. Им как бы и так нормально живется. А без комиссии Valve, положим, все равно будет не очень интересно. Им надо предлагать какие-то супер-бонусы. А вот магазины поменьше очень даже могут заинтересоваться. Даже Epic Games Store скажет им Microsoft, а приходите-ка к нам, а мы с вас и комиссии не возьмем, по крайней мере поначалу. И в Черную Пятницу, скажем, выпустим обновление Винды, в котором Сергей Галенкин в костюме Габена вылезет у всех пользователей прямо на десктоп, станцует там джигу-дрыгу и расскажет о супер-скидках на все эксклюзивы EGS, которые можно купить прямо в Microsoft Store. Сюр, конечно. Но штука важная. У всех владельцев игровых площадок, которые запускаются на Винде, есть одна глобальная проблема. На самой Винде они не могут выбраться за рамки своих приложений. А еще надо, чтобы человек это приложение установил. А у Microsoft есть доступ ко всей операционке. И вот очень надеюсь, что они этой своей возможностью не будут пользоваться для продвижения чего бы то ни было слишком агрессивно. Потому что, повторюсь, технически у них эта возможность есть. Но тогда взвоим уже мы, обычные пользователи. Но в целом обычных людей все вот эти проблемы и сложности интеграции волновать особо не должны. Мы просто можем наблюдать за тем, что происходит. А вот кого это точно взволнует, так это других платформодержателей. Потому что Microsoft сейчас пытается задать новый тренд похлеще, чем вот когда-то всколыхнули Epic Games Store. Тренд на отсутствие комиссии и на значительно более свободную торговлю внутри платформ. Пока это не очень заметно и не факт, что получится заманить себе кучу народу. Но если начнет получаться, то через несколько лет под напором разработчиков и обычных людей на поблажки придется пойти уже и Google и Apple. Как им пришлось это сделать под напором волны вот заданной Epic Games. Ну а простым смертным, повторюсь, можно расслабиться. Мы вот в худшем случае станем свидетелями очередного замаха на рубль, а удар на копейку. А в лучшем случае увидим очередной передел или хотя бы смещение приоритетов на игровом и софтерном рынке. А это значит всякие интересные предложения, скидки, дембинги и прочее веселье. Может быть еще и от части лончера удастся избавиться. Ну и плюс не забываем, что все это может вылиться просто в появлении иконок отдельных лончеров внутри Microsoft Store. Но это была бы совсем грустная история. И хотите еще один прикол? Помните, как некоторые разработчики начали требовать, чтобы их игры удалили из GeForce Now? Потому что они не давали согласия на распространение их игр на облачной платформе. Хотя по факту в облаке запускался просто Steam. И да, там основной причиной было то, что за GeForce Now надо платить. Но вот не случится ли похожая ситуация с Android-приложениями на Винде? Вот решат авторы некоторых программ, что никакого согласия на запуск их приложений на Windows они не давали, и их права нарушены. И кто знает, чем все может закончиться. Я, конечно, подозреваю, что Amazon и Microsoft давно там подстелили соломки. Но с Nvidia и GeForce Now все тоже так думали, о чем все закончилось. Спасибо большое за просмотр. А в комментариях сегодня давайте обсуждать, что думаете о попытке Microsoft подгрести под себя и вот как-то устаканить торговлю программами и играми на новой Винде. Получится у них или не получится? И еще один вопрос. А вот хотите ли вы, чтобы у них получилось? То есть какая система вам ближе? Чтобы все можно было купить под колпаком одного магазина? Или интереснее и круче, если все продается в разных местах? Еще раз спасибо за просмотр. Если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи в следующих роликах, которые уже скоро. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok